Так, все хорошо, запись пошла. По порядку, про что сегодня будем разговаривать. У нас сегодня вторая часть нашего цикла вебинара по открытию интернет-магазина. Сегодня немножечко поговорим с вами про уже работу интернет-магазина, про функционирование, посмотрим, как у нас выглядит эта страничка заказов, как мы можем изменять какие-то заказы, обрабатывать их, поработаем со скидками, посмотрим, как заводятся скидки, плюс подключимся, запустим CRM-ку, да, B324, новую с вами установим, запустим эту CRM-ку, подключим наш интернет-магазин к CRM-ке, разместим чаты, ну, открытые линии посмотрим, но, наверное, размещать не будем, и, может быть, даже сделаем обратный звонок, в любом случае, посмотрим, как это делается. Плюс еще, так, Яндекс.Маркет не будем подключения делать, про поступающие заказы посмотрели, да, и некоторые инструменты по изменению и по повышению конверсии тоже с вами посмотрим. Я опять установил тестовую версию, где она у меня, так, это не тестовая, и вот она моя тестовая версия, да, опять же, на Bitrix.Lab запустил, да, как в первой части, вот, ну, то есть она у нас такая абсолютно пустая, есть какие-то заказы, мы сейчас к ним вернемся, и давайте по порядку, да, мы в прошлый раз с вами просмотрели всю первую часть в нашем мастере магазина, в принципе, практически все задания мы сделали, которые могли сделать, мы, по-моему, сделали только настройку с Яндексом и с Гуглом, потому что у нас не было аккаунтов, но это уже, давайте, это останется либо как домашнее задание, либо, если все-таки хотите, чтобы по-подробнее мы это рассмотрели, пишите тогда в разделе «Questions», ну, оставим на третье занятие тогда, в крайнем случае, хотя я думаю, если вы с настоятельностью сможете справиться. Сегодня вторая часть будет, мы посмотрим раздел, который интернет-магазин открыт, обработка заказов, повседневная работа. И первый пункт у нас, да, который прям пошел, ну, открытие интернет-магазина, мы его уже открыли, он у нас автоматом стоит выполненный, адаптивный дизайн. Адаптивный дизайн, и здесь особо, наверное, показывать-то много нечего, просто про что хочется рассказать. Вот буквально на днях, по-моему, вчера или сегодня, да, я уже рассказывал про исследование компании Data Insight, выложили как раз исследование по 2016 году, ну, вот по их данным, порядка 40% уже заказов, которые сделаны в интернет-магазине, они проходят, сделаны через мобильные устройства. И вообще у нас и поисковый трафик уже через мобильные устройства выше, чем через простые дескт-компьютеры. Ну, и сами по себе, наверное, да, уже заметили, что все чаще и чаще пользуйтесь мобильными телефонами для доступа в интернет, поиска какой-то информации, может быть, для каких-то покупок в том числе. И дело в том, что вот сценарий использования интернет-магазина и вообще использования интернета на мобильных и на десктопах, они сильно разные. Да, если на десктопе мы открываем какую-то страничку и достаточно много времени можно на ней привести, изучая какую-то информацию и так далее, то на мобильном телефоне обычно это гораздо меньше времени занимает, каждая сессия, потому что телефон недостаточно, что-то глянул, закрыл, да, потом открыл уже какую-то новую страничку и так далее. И плюс ко всему разные экраны, значит, сайт должен отображаться по-разному. Одно дело на десктопе, да, на компьютере мы мышкой возим, нам удобно, какие-то маленькие детали, да, на ссылочку тыкнуть, там какую-то галку поставить и так далее. А на мобильном телефоне все не так, потому что на мобильном телефоне уже, скорее всего, будем, ну, не скорее всего, наверняка будем работать пальчиками, вот, и если большим пальчиком, то какие-то, ну, по привычке обычно все большие, да, тыквы, не очень удобно какие-то мелкие детали, например, нажимать, не очень удобно, если страничку приходится постоянно увеличивать, уменьшать. Поэтому дизайн нашего сайта должен одинаково хорошо отображаться и на десктопе, на простом компьютере, и на мобильном телефоне или планшете, и должно везде быть удобно управлять. Вот для того, чтобы все везде хорошо и красиво отображалось, есть такая штука, как адаптивный дизайн. Адаптивная верстка сайта, да, то есть дизайн сайта автоматически будет подстраиваться под... Давайте на примере даже посмотрим. Сейчас Chrome открою у себя. Дизайн будет... Магазин одинаково... Давайте открою прям магазин свой, да, о котором мы уже говорили. И посмотрим. Ммм... Вот так он у нас на десктопе отображается. И как бы вспомнить, как здесь... Ой... Сейчас, секундочку. Да, вот как он будет у нас отображаться на iPhone 6, например. У нас, видите, абсолютно по-другому стал он выглядеть. Сверху логотип, телефончик, дальше уже пошли товары, меню, так называемый гамбургер здесь. Клуб. И мы уже можем товар какой-то, да, опять же здесь просмотреть, что-то выбрать и так далее, вложить в корзинку эту. Вернусь к Chrome. Вот это называется адаптивный дизайн. В принципе, когда вы будете заниматься разработкой, да, или вместе с партнером выбирать какое-то решение, которое для вас конкретно будет удобно, то надо сразу упоминать о том, что сайт необходимо сделать адаптивным. Ну, сейчас, мне кажется, неадаптивных сайтов уже не было. Так, гляну сейчас в вопросики. Перемещу сюда. Научить пользоваться измедленным конверсией. Заранее спасибо. Вот вопрос по адаптации. Есть такое? Есть. Вот давайте прочитаю вопрос. Вот вопрос по адаптации. Есть такое, скажем, веяние, что есть мобильная версия, например, m.site.ru, а есть основная, site.ru. ВКонтакте яркий тому пример. Есть ли смысл раскидывать все по поддоменам, или все же лучше делать верстки, страпы и так далее. Вы знаете, вот у меня прямо, где-то, наверное, полгода назад я отдельный доклад готовил по плюсам, минусам адаптивной верстки и мобильной версии сайта. Ну, в принципе, слишком много разных нюансов есть, и там, и там. Адаптивная страничка немножечко будет побольше по размеру, да. Мобильная версия будет полегче, и, возможно, она будет удобнее, но здесь, опять же, есть свой нюанс, потому что, если вы будете отдельную мобильную версию сайта содержать, то это, по сути, вам надо будет заниматься поддержкой уже двух сайтов, а не одного. Вот, поэтому, например, в этом плане адаптивная, просто адаптивная верстка сайта, она удобнее. Вот. Честно говоря, отдельные мобильные версии сайтов я встречал, скорее, наверное, только на каких-то вот крупных проектах, как вы и сказали, там, ВКонтакте, да, яркий там пример. Что касается каких-то небольших магазинов, то, ну, с моей точки зрения, все-таки достаточно будет простой адаптивный версток. Можем, в принципе, после вебинаров, да, даже ссылки могут отличаться, что, как такое кушают, как такое кушают поисковики, я, к сожалению, не подскажу вам, потому что, ну, SEO-продвижение, это, и все, что связано с поисковиками, это не ко мне, я достаточно, ну, не сильно компетентен в этом. Попробуйте, кому-нибудь SEO-шник спрашивает про это. Заодно можете и со мной поделиться такой информацией. Так, ну, про адаптацию, так, в принципе, поговорили, про адаптивный сайт, да, если будет возможность научить пользоваться измерителем конверсии. Тоже проговорим про это чуть-чуть попозже. Будем считать, что это задание у нас выполнено и вернемся в мастер нашего интернет-магазина. Дальше что? Монитор качества. Ну, это специальный инструмент, да, можно сдать проект по монитору качества, потестировать его. Не буду сейчас про это касаться, сами посмотрите, если это интересно, скорее больше для партнеров, чем для клиентов. Так, реклама, скидкин товар. Давайте, наверное, все-таки сначала мы поговорим про заказы, про управление заказом, да, потому что у нас сегодня все-таки вот, работа заказов, работа поступающих заказов. У нас сегодня больше все-таки вебинар про про то, как мы уже запустили интернет-магазин и работаем с ним. Вот, кстати, да, такая же фишечка, чтобы рабочий экран стал побольше, можно вот эту штуку свертывать, не все знают. Мы перешли сейчас с вами раздел заказов. Ну, находятся эти заказы, если что, магазин, заказы прямо на самом верху. Есть два подраздела оплата и отгрузки, это дополнительные документы, которые генерируются при каждом создании заказов. Опять же, у нас могут быть простые заказы, не знаю, десяток товаров навалили, сказали, все, оплачиваем карты, отправляем к такому-то адресу. Могут быть сложные заказы, когда такой же десяток товаров, но разбит, например, на две части, что часть товаров мы отгрузим карточкой, часть товаров наличные, часть товаров будет самовывозом, соберут самовывозом, часть товаров попросит доставку какую-то сделать. Мы посмотрим сегодня простые заказы с вами. Первое, на что сразу хотелось бы обратить внимание, это вот такая вот очень удобная штука, это фильтр. Когда заказов будет много, поэтому фильтр можно будет отсортировать заказы. Очень удобно, на самом деле, поля здесь добавляются, выбираете те поля, которые необходимы вам, оплачен, оплачен, отменен, например, да, можно посмотреть всегда актуальные заказы, которые у них статус не отменен, оплачен, то выполнены и будут у нас так называемые, ну, за какой-то период можем указать, период можем не указывать, можем какие-то другие параметры, по которым будем искать, выбрать. Вот, и покажем сейчас нам все заказы, покажет, которые у нас оплачены и не отменены. Не факт, что они отгружены, да, ну, например, оплачены и не отмененные заказы. Есть уже какие-то готовые фильтры, причем эти фильтры, опять же, можете под себя настраивать и потом сохранять, либо на их основе, либо самостоятельно какой-то фильтр сконфигурировать и сделать вот так вот, например, сохранить как. Я сейчас просто цифры напишу сюда, там условное какое-то название. Опять же, да, будет фильтр доступен всем или только вам. Указывайте здесь, ставите галочку. Ну, пускай это будет наш личный фильтр. Ой, я его не сохранил. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, у меня здесь появился, я в следующий раз зайду, мне не надо будет этот фильтр заново настраивать, я его хлоп здесь выбрал. Можно даже сразу какие-то параметры указать, да. Например, сумму, давайте, стоимость заказа, стоимость заказа, например, от 5 тысяч рублей нас интересует, заказы. Сохраним. И теперь, допустим, мы какие-то одни заказы поискали, там другие. Сюда перемещаемся и все равно будем видеть все заказы от 5 тысяч рублей. Вот только два заказа таких. Так, с фильтром, я думаю, понятно. Можно набирать, сохранять, на самом деле, очень удобно. Дальше у нас идет список заказов. Он в виде такой табличной части отображается. Что мы здесь можем сделать? Ну, в первую очередь, это настроить отображение этой табличной части, причем выбор колонны по всем свойствам заказа есть. Вы выбираете те, которые вам необходимы, добавляете сюда, сохраняете. Ну, сейчас у нас дата изменения заказа, например, получилась. Опять же, этот список, бывает такая необходимость, когда заказы надо выгрузить в Excel, например. Ну, я иногда так делаю с заказами на сайте с Bittrex.ru, когда мне надо какую-какую хитрую аналитику посчитать, иногда я такие заказы тоже в Excel-ку выгружаю, и там уже сводные таблицы работают, так как мне удобно. С каждым заказом прямо отсюда можно какие-то действия сделать, отменить, снять отмену, статусы поменять, экспортировать. Можно это сделать также, такие групповые действия, когда выбрали, и опять же выбираем, что сделать с этим, с этими заказами. Так, что здесь еще? Ну, минимум, опять же, через бутербродку с каким-то действием. Давайте, наверное, уже какой-то заказ непосредственно перейдем, и посмотрим, что из себя именно заказ представляет. раньше карточка заказа была покомпактнее, но со временем она разрослась, и особенно с появлением возможности разбивать заказ на разные части, она прямо стала сильно длинной. Примещаться по ней не очень удобно, если постоянно скроллить, поэтому сделали в первую очередь вот такое вот быстрое меню навигации, например, зашли, сразу хлопку, дополнительную информацию посмотрели, комментарий менеджера, если у нас кто-то здесь вставлял, или мы можем сами его оставить. Хлоп, сохранили. Ну, следующий у нас человек, если будет какой-то заказ на премармуту, да, если у нас несколько менеджеров зайдет и увидит комментарий такого хорошего клиента, или какую-то там такая информация из головы просто. Обычно, не знаю, мы пишем там, если какая-то договоренность была с клиентом, если какие-то есть нюансы, мы это в комментариях помечаем заказы. Ну, я думаю, это, наверное, такой самый типовой сценарий. Дальше. Есть такая сводка, блок, сводный блок по заказу, где у нас какая-то контактная информация к клиенту, да, по стоимости информации и по оплатам, по сопутствующим документам, там, по оплате, по доставке тоже эта информация указана. Мы, опять же, можем вот эти штуки прикреплять. Если нам необходимо, чтобы постоянно какая-то информация наверху болталась, можем ее просто вот так вот запинуть. Также окна сворачиваются, перемещаются, как вам удобно, то есть карточка заказа полностью настраиваемая. Так, в информации о заказе, что у нас записано? Ну, когда созданы, когда менялись, на каком сайте, да, я напоминаю, что на одной установке у вас может быть несколько сайтов и в том числе несколько интернет-магазинов. Статус заказа, если необходимо, мы можем этот статус обменить, обменить заказ, например. Информация о покупателе, ну, тоже краткая, потому что полная информация о профиле покупателя, она будет, если мы этот профиль покупателя вот здесь перейдем. Мы с вами, по-моему, профиль покупателя на прошлом занятии уже смотрели. Информация по отгрузке, опять же, да, сразу здесь ее можно изменить, если необходимо, добавить это, ну, это если не автоматизировано, например, не синхронизировано, то все это можно делать вручную, без проблем. Что, информация по оплатам, департаментную информацию посмотрели, и непосредственно состав заказа. Давайте сейчас сделаем вот такую историю. Допустим, мы позвонили человеку, причем позвонили ему, мы можем не прямо, у нас сейчас не этот самый, не получится. Ой, вернуться как бы. В общем, в последней версии появилась возможность звонить через Bittrex24, да, через CRM, через телефонию, прямо из админки вашего сайта. Очень крутая штука, очень удобно. Вы, у вас менеджер, например, открывает заказ, щелкает сюда, созванивается с клиентом, параллельно жмет вот эту кнопочку, например, изменить заказ, разговаривает с клиентом, договаривается о чем-то, клиент говорит, что да, все хорошо там, только штаны хочу, красная, цветочная поляна хочу, не размера S, размера M. Окей, переключаете, система сразу смотрит, у нас в наличии такие товары, там не в наличии. Вот, меняете заказ, может быть, какой-то промо-код добавляете, если хотите какую-то скидку клиенту сделать. В это время разговор весь записывается, все это сохранится, все я рамки в карточке клиента, мы просто поменяли заказ, окей, сохранили, дальше там загружаете его, например, и так далее. Вот, очень удобно, можно пользоваться. Так, изменения заказа посмотрели, по заказу сразу какие-то документы можем распечатать, да, необходимо, если они, счет фактуры, например, сделать. Ну, у нас здесь ничего, я не заполнял, никакие данные, установку делал буквально там за полчаса до начала вебинара, поэтому здесь все пусто, но, если у вас это будет заполнено, все данные, конечно, автоматически подставятся. И, опять, здесь вся информация по истории изменений заказа. Кто, когда, что с этим заказом делал. Ну, здесь у нас с этим заказом ничего не делалось, кроме как кроме как у нас заказа, а, этот заказ мы оформили, да, у нас просто один и тот же человек и оформлял заказ, получается, и изменял его, да, да, все одним и тот же демонстрационным пользователем сделано. Ну, мы с вами здесь увидим, что цветы, штаны цветочные по поляне, да, мы убирали их, и добавляли наши другие штаны другого цвета. Это уже здесь все отображено. Это очень важно, когда, если, часто бывает там, особенно если вручную это ведется, что какая-то беда, там, с заказом непонятно, что-то не то отгрузили или не то добавили, вот, всегда есть возможность посмотреть, кто там что сделал. Ну, и анализ заказа, сводная, скажем так, страничка сразу здесь, и видно, какие товары у нас в этом заказе, какие документы были сделаны, если что, в любой документ мы можем перескочить. Так, по заказам, наверное, все, так проскочили с вами, давайте посмотрим вопросики. Звук иногда прерывается, но уж не знаю, что такое. Где можно посмотреть запись первой части? Будет чуть-чуть попозже. Так, становимся проблемой, что мы видим админозаказы остановимся проблемой, что при добавлении в админке в заказ клиента нового товара с ним прищет количество товара в заказе, который уже был зарезированный ранее в этом заказе. Чем-то может быть связано, как того избежать. Сходу сейчас Евгения не расскажу, посмотрю после вебинара. Как вывести в админке персональные рекомендации, чтобы менеджер мог предложить? Ну, у нас был анонсирован функционал именно под админку, но пока в админке он не выводится. Со временем это будет сделано, но пока такого нет. Так. Про заказы посмотрели, давайте вернемся дальше. Задание выполнено. Вернемся сейчас в мастер. Так, ваши покупатели. Здесь, грубо говоря, список по всем вашим покупателям. Вот, по-моему, смотрели в прошлый раз. Можно перейти в профиль покупателя, где полностью вся информация о каждом клиенте вашего интернет-магазина, о каждом профиле у этого клиента. Опять же, да, один клиент может покупать и как физическое лицо, и как юридическое лицо, например, или что-то в офис покупает, или непосредственно уже себе. Лично. Так, покупатели. Лучшие покупатели можно посмотреть. Новые покупатели. Фильтры, да, там, за текущий месяц, например. Лучшие покупатели здесь, кстати, фильтр какой-то странно настроенный. непонятно, каким данным отображается. Я думаю, здесь просто надо сортировку, может, непонятно. Брошенные корзины покупателей. Очень интересный сценарий, с которым стоит работать. Ну, здесь у нас нет, да, брошенных корзин совсем на тестовой версии. Что это такое? Бывает, зачастую клиент заходит на сайт, набирает какой-то товар в корзину и отваливается, не делает никаких покупок. Что в этом случае мы можем сделать? Мы можем просмотреть, какие у нас корзины были брошены, и либо этому клиенту позвонить, напомнить ему о том, что вот вы что-то смотрели, положили, но по какой-то причине не купили, может, мы вам можем чем-то помочь. Либо запустить специальную триггерную рассылку по брошенным корзинам. Вот, по-моему, как раз в прошлый раз коллеги рассказывали про триггерные рассылки, как их делают и запускают. Ну, по практике могу сказать, что вот из 120 заказов, тоже партнер рассказывал, из 120 брошенных корзин, не заказов, а брошенных корзин, по-моему, порядка 26 корзин были в итоге оплачены. неплохая конверсия из брошенных корзин в оформленные заказы порядка 25%. Поэтому с этим инструментом стоит работать, но это как раз тот функционал, который позволяет вот эти вот брошенные корзины найти и отследить. Естественно, для того, чтобы такую брошенную корзину создать и информацию по этому клиенту получить, у нас клиент должен быть авторизован на сайте. Потому что если он не будет у нас никак авторизован, никак мы это ничего не посмотрим. Отчеты в интернет-магазине. Ах, у нас тогда не работало. Это из-за демки. Ну, мы можем здесь посмотреть. Интернет-магазин. Отчеты списка отчетов. У меня что-то тоже такое странное, что отчет не работает. Надо было настроить. Счет покупателя. Ну, тут у нас информация о внутренних счетах покупателя, если мы их заводим, можно добавить какой-то счет, выбрать пользователя, зачислять ему сумму определенную на счет. И у нас клиент, когда будет оплачивать какие-то товары, он может оплачивать эти товары с внутреннего счета своего, с тех каких-то бонусных денег, которые у него, в его профиле есть. Так, давайте перейдем, мы посмотрели с вами заказы, давайте перейдем сейчас к скидкам, скидке на товары. И потом постепенно на электронные рассылки. Вот этот пример типовой скидки, называется скидка на нижнее белье. Тип скидки в процентах 10% на нижнее белье, которое у нас продается. Давайте прямо зайдем сейчас на сайт, посмотрим, как это выглядит. Допустим, мы зайдем в раздел сначала, пускай будет штаны, мы видим товары, которые у нас здесь продаются, сейчас мы зайдем в раздел нижнее белье и увидим, что у нас уже товары продаются со скидочкой, как это работает. Мы заводим такую скидку, указываем тип скидки, в данном случае в процентах, может быть фиксированная цена, либо установленную единую цену на товары. Если это в процентах, указываем 10%, если фиксированная сумма, указываем что скидка будет 10 или 100 рублей, оставим все эти процентах. Максимальную скидку указываем, которую мы готовы предоставить. Приоритет применимости скидки это такой параметр, который будет влиять, какая скидка у вас будет применяться первее, какая позже. Допустим, у вас несколько скидок заведено и они могут применяться вместе. Но для того, чтобы все скидки не применились, у нас есть такая галка, как прекратить дальнейшее применение скидок. Допустим, если у нас есть там скидка 20%, мы считаем, что 20% это максимальная скидка, и больше, чем 20% мы скидку не дадим. В таком случае мы поставим галку здесь прекратить дальнейшее применение скидок и устанавливаем приоритет у скидки самый высокий, не один, допустим, а 100. В таком случае у нас применится именно эта скидка, а те скидки, которые, например, пойдут тоже на этот товар, должны будут применяться, они не будут применяться, потому что у нас скидка с более высоким приоритетом применилась первая, и у нее стояла галка при дальнейшем применении скидок. Но, не знаю, насколько понятно, объяснил, на самом деле это все лучше всего на примере, прямо на бою попробовать, можно прямо так же на тестовой версии и понять, как они работают. Например, гораздо проще. Не знаю, если интересно будет, можем попробовать сейчас делать вторую скидку 20%, и увидите, как все это делается. Далее указываем условия скидки. Ну, в данном случае мы указали, что у нас поле раздела равно нижнее белье. Можем добавить еще одно условие, например, оно будет называться или поле раздела равно, давайте выберем какой-то другой раздел в каталоге одежды. На обувь давайте, не, на штаны. Ой, ой, ой. Так, сейчас еще раз. Вот так вот, выбрали. У нас эта скидка, теперь давайте это уже обзовем по-другому. Скидка на нижнее белье и штаны, чтобы мы не запутались. Опять же, это логически, вот эти вот операторы, да, и скидки можно здесь настраивать любой гибкости, скажем так. Ну, вот, если будет и, например, стоять, то у нас скидка применится только, если товар будет находиться и в разделе нижнее белье, и в разделе штаны. Не знаю, какие-то кальсоны, если это будут. Ну, оставим сейчас или. Условия могут быть разные, да, и разделы, и какие-то группы, товаров там, конкретные товары какие-то, на товары, которые у нас там активны, например, только в течение месяца. В общем, здесь все тоже очень гибко настраивается. Ограничения. Мы можем эту скидку дать только для определенного типа цены. Ну, у нас сейчас только базовый тип цены заведен, поэтому не будем даже это трогать. И скидку можем опять же дать только для определенной группы пользователей. Например, будет у нас группа дистрибьютора или партнера, мы скидку дадим только для этой группы, например. Про купоны сейчас посмотрим. Давайте сейчас применим эту скидку и посмотрим, как у нас что это заработало. Так, здесь у нас по-прежнему скидка на нижнее белье 10%. А в раздел штаны почему-то у нас не применилось. Так, у меня что-то кэш не обновился, видимо, потому что, видите, скидка-то 10% на штаны есть, но она у меня вот тут не отобразилась. Ну-ка, сбросить кэш. Ага, да, я сбросил кэш, все, появилось 10% скидочка. Сразу видим, цена сразу со скидкой. Это, кстати, вам тоже такой, да, небольшой урок. если что-то настраивайте в админке, на публичке это не отображается, не забывайте вот эту кнопочку нажимать, вы сбросите кэш. Так, мы сейчас с вами создали скидку, которая автоматически срабатывает на те товары, которые мы указали в условиях. Но бывают такие ситуации, когда мы хотим сделать скидку персонально для какого-то пользователя, для какой-то группы пользователей. И в этом случае мы можем добавлять скидки, которые будут работать по купонам. Купоны могут быть как на одну позицию заказа, так полностью на заказ, так и какие-то многоразовые купоны, которые можно применять несколько раз. Ну, например, скидка у нас будет активна в течение месяца. Мы в наших условиях скидки проставим, что с 1 декабря, допустим, по 31 декабря такая новогодняя скидка, будет многоразовый купон, и человек, который будет иметь этот купон на руках, он сможет хоть там 100 тысяч заказов сделать в нашем интернет-магазине, используя эту скидку. Название купона мы можем сгенерировать, а можем написать сами, ну, например, если мы говорим, что у нас новый год, давайте наберем New Year. Сохраним сейчас эту скидку. Сохранили купон, сохранили скидку. период активности, давайте зададим интервал. Парказ. Парказ. 31-й там. 23-59, допустим. Все, сейчас у нас эта скидка будет срабатывать только, когда мы сможем применить этот купон. давайте опять вернемся в магазин и еще раз сбросим кэш. А теперь давайте покупать. Я кладу в корзину штаны. Мне сразу персональные рекомендации еще какие-то штаны. Я еще положу платье и перейду нижнее белье. Здесь опять же у нас не сбросим, не заброшен кэш. Смотрите, вообще у нас скидки не отображаются, потому что эта скидка будет срабатывать только, когда мы введем купон. Давайте я куплю еще нижнее белье, допустим. И мы оказались в корзине. Здесь опять же у нас товар без скидок. Мы сейчас вводим купон. И видим, что у нас те товары, на которые эти скидки действуют, это штаны и нижнее белье, да, они у нас изменились, цена их изменилась, а платье цена не изменилась. Почему? Потому что платье у нас в эту скидку не входит. Все, дальше мы видим, что у нас скидка применилась, какую-то другую можем скидку применить, если у нас еще будет. И отправляем заказ уже со скидочкой. Ну, я надеюсь, здесь со скидкой все было более-менее понятно. Помимо простых скидок есть еще и накопительные скидки, и есть такая штука, как правило, работать с корзиной. Например, вот здесь заведено подарки в корзине. Они в принципе похожи, только тут действия и условия несколько другие. Здесь условия тоже прописаны. Условия у нас мы выбрали такое, что предоставляем товар, подарок, любой из списка вот этих подарков. Условия, какие? Количество позиций в корзине, удовлетворяющих любому из условий равно 1. И количество позиций, то есть в корзине должны быть у нас те товары, которые мы в качестве подарка предоставили, да, мы решили, что это будет 4 товара, и плюс еще один какой-нибудь товар. То есть покупая какой-то, грубо говоря, там, давайте даже на примере посмотрим, в штаны сейчас перейдем. Так, нет, а где же у нас было? Какой-то корчак товара мы же в первый раз смотрели, что выбирая какой-то товар он нам показывал, а у меня может этот компонент сейчас нельзя это самое. Вот, выберите из подарков, внизу в корзине мы показываем, что можем выбрать из подарков что-то один. Давайте еще ремень такой приобретем, напишет 730 рублей, на самом деле он у нас будет бесплатно, да, 100% скидка. Вот, это правило работы в корзине. Чем отличается правило работы в корзине? Ну, здесь от скидки. Здесь понятно по названию, это скидки, которые применяются уже автоматически, когда товар попадает в корзину. Вот и все. Сейчас, скажем так, ну, не то, что по секрету, по-моему, уже анонсировали, показывали, планируется тоже там в новой версии в следующих обновлениях и сделать немножечко еще более понятным интерфейс работы со скидками уже готовыми каким-нибудь шаблонным скидок, которые можно будет брать и пользоваться ими. Так, давайте посмотрю вопросы. Я уже тут. Да, триггерные рассылки есть, мы сейчас их посмотрим. Только что ко мне заходил Сергей Рыжаков, передавался. привет, поэтому я сказал, что у меня сидит вебинар. Так, можно еще посмотреть подарки. Ну, мы вроде глянули подарки. Подсказывают здесь, давайте так, часто спрашивают по поводу выгрузки скидок из 1С на сайт. У нас этот функционал пока еще не реализован, мы будем в этом направлении работать, обязательно сделают, но как Дмитрий подсказывает, что можно из 1С выгрузить скидки путем малых костылей. Можно это сделать, но сложно. Изображения нет. Да, сейчас будет, я просто смотрю вопросы, поэтому нет изображения. Выгружать скидки на Яндекс. Маркет нет, на Яндекс. Маркет пока, по-моему, тоже нет. Просит про накопительные скидки. Давайте посмотрим накопительные скидки. Накопительные скидки, на самом деле, функционал достаточно такой, скажем так, простой. Название накопительной программы. Давайте так и напишем. Накопительные скидки. Скидки накопительной программы. Так, активно, период для расчета времени указываем, за какой период мы будем, в течение какого-то периода у нас будет действовать данная программа. Например, за последние несколько месяцев, за какой-то фиксированный период, либо за все время, я оставлю за все время, срок действия скидок, то же самое, указываем сроки, прописываем, оставлю бессрочные. И, в принципе, здесь прописываем параметры, по которым у нас будет срабатывать накопительная скидка. Например, от 5 тысяч у нас будет скидка 2%, от 10 тысяч 3% и так далее. Все это настраиваете, применяете. Не знаю, группа. Ну, например, я хочу для всех пользователей, тогда я череши, уделяю всех. Все, у нас такая скидка сохранилась. И в дальнейшем, когда у нас клиенты будут уже оформлять заказы, у нас автоматически будет применяться, если они у нас оформили заказы на 5 тысяч рублей, то следующий заказ уже пойдет скидка 2%. Если на 10 тысяч рублей, то скидка пойдет 3% и так далее. Больше, наверное, про скидки не подскажу, но, опять же, напомню, что хлоп. Взываем к Bittrexman.ru и, пожалуйста, варианты накопительных программ, создание накопительных программ. Здесь все достаточно подробно расписано. Давайте вернемся теперь сюда и посмотрим про e-mail маркетинг. По сути, это инструмент, который нам позволяет создавать рассылки даже по функционалу не хуже, чем... Давайте, наверное, создадим даже какую-то рассылку. По функционалу инструмент не хуже, чем какой-то сторонний сервис. Может быть, не обладает всеми теми возможностями подробной статистики, как сторонние сервисы. Но это тоже со временем мы доделаем. Вопрос хорошей, большой, нужной статистики по почтовым рассылкам сейчас в приоритете. Я думаю, к следующему релизу это будет уже сделано, потому что много просят. Давайте создадим сначала простую рассылку, а потом посмотрим еще и триггерную. Новая рассылка, мы укажем название какое-то. Я сейчас просто так тестоваю, чтобы не заморачиваться. Ставим галку «Вводить в публичной части для подписки или нет». Посмотрим потом, как это сработает. Выбираю группы пользователей. У меня сейчас пока еще ни одна группа не создана. Я могу опять же ее задать. И посмотреть, где найти мне, где мне добавить список этих пользователей. Я могу вручную их импортировать, могу по какому-то фильтру посмотреть у меня на сайте. Либо всех пользователей сюда загнать, либо подписчиков подпискам каким-то и так далее. И достаточно гибко могу здесь всю эту историю настроить. Какие-то адреса добавлять, какие-то исключать. Сейчас быстренько проскочу это. Вообще у нас, по-моему, две недели назад был очень большой подробный вебинар как раз по настройке e-mail рассылок. Если кого-то эта тема заинтересует подробнее, я рекомендую посмотреть его. Если не знаете, где найти, напишите в чатике, я покажу чуть-чуть попозже. Далее мы выбрали группу, на которую у нас будет уходить от рассылка. Создаем выпуск. У нас есть уже какие-то готовые шаблоны. Мы можем какие-то свои шаблоны выбирать. У меня их, конечно же, нет, потому что я только-только это все установил. Выберу, например, вот такой вот шаблон, как два столбца. Настраиваем здесь, меняем картинки, логотип, если нас надо, телефон. То есть настраиваемый под себя, можем добавлять, самое что интересное, с моей точки зрения, да, какие-то блоки закидывать сюда. Например, закинуть корзину. То есть клиент у нас будет видеть список товаров, которые у него в корзине валяются, если у него в корзине валяются какие-то товары. Вот этот момент запомните, мы когда будем триггерные рассылки по брошенным корзинам смотреть, как раз-то увидим. Можем сюда закинуть, опять же, да, купон какой-то, который автоматически будет генерироваться и на один заказ давать скидку, там, 10%, например. Да, мы здесь заводим. Вот, он будет автоматически делаться. Что у нас какие-то блоки тут еще? Список новостей для почты, да, тут тоже. Такой блок, который автоматически будет создавать новости, вы на сайте какие-то новости размещаете и делаете, например, такую рассылку, которая в пятницу после обеда по всем пользователям улетает, которые есть в этой рассылке. И пользователи получают себе на e-mail дайджест новостей. И эти рассылочки уходят, клиенты читают последние новости, там, что у вас за неделю произошло. Очень удобно. Вот, то есть есть разные такие блоки, там, в том числе персональные рекомендации какие-то, сопутствующие товары и так далее. Все это сделали. Указываете тему письма. Опять же, да, можно использовать теги персонализацией, например. Привет. Писать там не привет Андрея, а привет имя. Андрей увидит у себя привет Андрея, Сергей увидит привет Сергея и так далее. Указываете, конечно, на отправителя. Важность. Приоритет представляете. Если какие-то файлы надо приложить, тоже это делается. Да, вот здесь в положении перетаскиваете. И дальше просматриваете, да, например. Проверяете, как это будет выглядеть. Причем просмотрщик, он адаптивный. Он будет показывать и как это выглядит на смартфоне. Да, вот здесь выбрали. Ох, не очень аккуратные позиции в корзине. А, да, у нас же лежат товары в корзине. Вот он их показывает. Заголовок новостей каких-то. Скидка у нас здесь. Не это самое. Не вижу ее. Не помню, добавил или не добавил. Как на планшете отображается, ну и, соответственно, как на десктопе. Не очень красиво позиции в корзине отображаются. Не знаю, но она просто не настроена должным образом. Дальше, следующий шаг. Расписание отправки. Мы можем либо вручную туда отправить, либо отправить в определенное время, либо сделать это вообще периодическую отправку. Расписание, как я говорил, да, например, по пятницам. Допустим, там, не знаю, во сколько, 14.00, да, допустим, обед в 13.30. Указать, в какие дни, дни месяца, например, можно. Можно и в дни недели. Делать, сохранить, выполнить. И все, можно сделать тестовую какую-то отправку, название выпуска какой-то для себя сделать. Ну, тестовую отправку, чтобы посмотреть, да, насколько хорошо уходит и так далее. И после того, как уже отправка будет сделана, смотреть статистику. У меня сейчас, конечно, никакой статистики нет. Будете выбирать по каким рассылкам и так далее. И триггерные рассылки. Это очень клевая штука. Триггерная рассылка – это ссылка, которая автоматически создается и отправляет письма в зависимости от каких-то действий или бездействия клиентов на сайте. Ну, вот самый, наверное, интересный сценарий – это как раз забытая корзина. Давайте ее выберем. Что нам пишут в описании тут? Бывает, что человек регистрируется на сайте ради эксперимента, кладет несколько товаров в корзину, а потом уходит, так и не оформивает заказ. Письма в этой цепочке направлены на то, чтобы уговорить такого клиента вернуться и завершить покупку. Уже настроенная рассылка. Мы просто… Условия запуска. Запытая корзина, да, время запуска. Это во сколько будет отправляться? Старые данные обрабатывать или нет? Указываем. И период. Например, в данном виде настройки у нас автоматически для всех корзин, которые были созданы и в течение одного дня, одних суток не были оплачены, не сконвертируясь эти корзины, да, в оплаченный заказ, для них будет уходить рассылка. Цель у нас какая? Оплата заказа. Будет уходить вот такая вот рассылка. Вот у нас событие, запытая корзина, да. Событие у нас – это запытая корзина, сформируется, мы указали в предыдущих настройках, через один день после того, как корзина сформирована. Первое, что мы сделаем, это отправим вот такое письмо. В теме будет название нашего сайта, двойточие товаров в запытой корзине. Через визуальный редактор посмотрим. Вот такого вот рода письмо будет отправлено, в котором будет написано «Здравствуйте, вы успешно наполнили корзину желаемыми товарами, в корзине вас ждут такие товары, обязательно приходите». Допустим, у нас человек не реагирует, мы ему через день после предыдущего письма шлем другое письмо, в котором также указываем, что оформили товар, не заказали, но товар для вас отложен, но ждут вас, бла-бла-бла и так далее. Опять не реагирует еще через день. Еще одно письмо. Несколько недель вы оформили заказ, специально для вас подарочный купон на скидку, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь и так далее. Ну, если уж не среагирует, то не среагирует, но, как я говорил, на живом примере, партнер похвастался, что 25% заказов вернулись и оплатили этот товар. Так, наценки. Про наценки мы рассказывал, я в первой части спрашиваю. Смотрю вопросики, подскажите. В триггере брошенная корзина указана не совсем корректно. При переходе из письма в корзину, даже если клиент авторизован, он подает на главную, а не свою корзину. Где и как настроить переход клиента в личную корзину для дальнейшего оформления заказов? Евгения, вам лучше, наверное, в техподдержку написать этот вопрос, потому что, насколько я знаю, должно нормально все в корзину перекидываться. Записи прошедших вебинаров на нашем канале в YouTube. Наберите прямо в Яндексе 1SBitrix YouTube, и они будут там, либо вот здесь. На сайте 1SBitrix.ru раздел мероприятия, вебинары, архив. Вот как раз по e-mail, да? Вот, мастер-класс по настройке e-mail маркетинга в интернет-магазине 24 ноября. Можно там посмотреть. Так, про рассылки поговорим, и что у нас осталось? У меня уже времени не так много осталось. Как раз у нас сегодня 9 декабря, давайте здесь перейду, посмотрим, про что еще поговорим. Ох, инструменты с клиентами. e-mail маркетинга посмотрели. По конверте, давайте посмотрим по конверсии, наверное. У нас есть несколько инструментов. Я покинусь страницу. Несколько инструментов для того, чтобы работать с конверсией. у меня сейчас здесь это будет не настроено. Давайте я лучше попробую показать на презентацию. У меня есть замечательная презентация. там есть хорошие примеры. Сейчас, пока она откроется, я еще посмотрю. Так. Вот так вот давайте. Так, насколько видно презентацию? Напишите, пожалуйста, в квешенсе. Вот, Евгения, да, подсказывает мне. Дмитрий, проверить настройки компонентов мастера рассылок. Там можно указывать адреса ссылок. Да, возможно, у вас на главной там указаны ссылки. Так, видно ли презентацию? Напишите, пожалуйста. Видно? Ну, отлично, да? Поговорим про конверсию. Что это вообще за звери? С чем его едят? Допустим, к вам на ваш сайт зашла тысяча посетителей. Из этих тысячи посетителей 10 человек оформили заказ, оплатили его. Это значит, что конверсия в вашем интернет-магазине конверсия из посетителей в покупателей составила 1%. А если та же самая тысяча посетителей на каком-то другом сайте, например, на сайте конкурента, выросла у нас, ну, получилось из тысячи посетителей на 30 оформленных оплачиваемых заказов, значит, что конверсия уже 3%. Это очень хороший показатель 3%, очень высокий. Считается, что в Рунете средняя конверсия там от 1,5%, от 1,4%, по-моему, даже, до 2,4% в среднем. Это разные источники, разные данные. Вот такой интересный слайд есть. Опять же, можно, да, у Data Insight найти его. Это конверсия интернет-магазинов Рунета в разных категориях. Конверсия за месяц. Да, число заказов в месяц на 100 посетителей. Вот тут у меня есть описание, что, где, какая категория интернет-магазинов. Давайте так вкратце расскажу. Самые высокие – это 14,9% и 7,8% – это доставка еды, пицца, суши, да, вот это вот все, что достаточно популярно сейчас. И 7,8% – это всякие электронные билеты и прочее, прочее. Далее, по бытовой технике, вот, например, да, конверсия 2,1% чуть-чуть просела. Очень хорошо выросло, аж на 43% – это детские товары. На 2,4% выросла категория одежда. Ну, что еще? Ну, такой забавный показатель, да, что конверсия интернет-магазинов, которые продают там оружие и соответствующие к нему товары, в два раза выше, чем конверсия интернет-магазинов, которые продают музыкальные инструменты. Совсем маленькая конверсия у интернет-магазинов, которые там алкоголь продают, потому что никто, наверное, алкоголь в интернете, мало кто-то купает обычный магазин. К чему я все это веду? С конверсией надо работать. Конверсию надо уметь посчитать, прикинуть, как ее увеличить и после этого увеличить ее, соответственно. Ну, вот для увеличения конверсии мы уже посмотрели один из инструментов, даже несколько инструментов. Это скидки, это рассылки и придерные рассылки. Как нам измерить конверсию? Можно пользоваться счетчиками, и Яндекса, и гугловскими, а можно пользоваться внутренним инструментом, который есть в битрексе. Называется он пульс конверсии, который за определенный выбранный период времени, который вы указываете, показывает конверсию и по разным типам устройства, и по разным каналам привлечения трафика. Но покажу на скриншотах, потому что интернет-магазин запущен был, грубо говоря, полтора часа назад, никакой конверсии там, конечно, не пахнет. На скриншотах выглядит так, для какого-то конкретного сайта, показываем конверсию за период времени, который мы указали. Видим источники, с которых заходили, на какую сумму, какое количество заказов оплачено, сразу конверсия, откуда приходили. По рассылкам 60 заказов, через SEO 31 заказ, реклама в директе где-то, допустим, 60 заказов. И также по источникам, да, можно посмотреть, сколько зашли с мобильного телефона, сколько со смартфона, сколько с доступного приложения. Смотреть, откуда у вас вообще конверсия больше. Может, у вас на мобильном телефоне конверсия сильно проседает. Стоит обратить на это внимание. Может, у вас не очень удобный сайт, но он, может, вообще не адаптивный. Есть у меня, например, некоторые примеры отличных интернет-магазинов, которые сделаны на Битриксе, они были сделаны неадаптивными. И ими пользоваться с телефона не очень удобно. Вот у футбольного клуба «Спартак Москва», например, как раз у меня такой магазин. Работает на бизнесе. Шикарный магазин, очень хороший. А с телефона заходишь, и, блин, неудобно. Вот, после того, как мы знаем свою конверсию, мы можем как-то спрогнозировать, что нам вообще надо сделать, для того, чтобы с этой конверсией как-то поработать, как-то больше денег заработать. Для этого зачастую многие предприниматели пользуются Excel, да, там простенькие формулы прикидывают, что как увеличить. Ну, мы все это дело загнали, опять же, в админку, в Битрикс. И можем спрогнозировать в зависимости от нашего, от показателей нашего интернет-магазина, можем спрогнозировать какие-то будущие доходы и расходы. Вот в качестве примера, да, есть у нас магазин, у нас, например, 100 тысяч рублей это наш рекламный бюджет, цену за переход мы знаем, она там составляет 5 рублей, причем если подключим Яндекс.Директ, то у нас автоматически, да, этот параметр будет заполняться. После того, как мы включим режим прогнозирования, можно будет изменять этот показатель. Ну, допустим, 100 тысяч рублей, 5 рублей цена за переход, конверсия 0,5, средний чек 1380 рублей, допустим, мы рекламный бюджет увеличим до 200 тысяч, что у нас изменится сразу? У нас количество переходов изменится, у нас, соответственно, и денег станем больше зарабатывать, а что случится, если у нас цена за переход вырастет с 5 до 7 рублей? Да, сразу наш магазин уйдет в минусах, денег сразу станет меньше зарабатывать. Что мы сможем сделать, если конверсию повысим только хотя бы на 0,1%? Сразу чуть-чуть в плюс вышли, да, уже как бы нормально, уже можно работать. А если мы конверсию доведем до среднего показателя, а как мы уже смотрели с вами средний показатель, там по одним из данных 2,4%, чувствуете, да, разницу? Сразу магазин начал гораздо лучше работать. Если мы средний чек еще на 1000 рублей сможем увеличить, то вообще красивые цифры. То есть это, ну, такой инструмент как раз для прогнозирования конверсии. Вот. Находится, опять же, все в разделе, вот здесь вот, в разделе маркетинг, вот он пульс конверсии, да, но он сейчас нулевой у нас, мы ничего этого не видим. Вот у нас бизнес-модель интернет-магазина, опять же, ну, у нас всего там два перехода показывает, ничего он у нас никто еще не покупал. Странно, хотя заказы, ну, те, которые по умолчанию дефолтные были, он не учитывает. Еще один интересный инструмент, это АП-тестирование. Ох, давайте, наверное, оставим его уже на следующий раз. Я подготовлю просто специальный файлик, и мы с вами посмотрим, как это будет работать. Грубо говоря, АП-тестирование, ну, так вкратце, инструмент, который позволяет посмотреть, насколько лучше у вас работает, ну, допустим, та или иная версия сайта, старый дизайн или новый дизайн. Видоизмененная карточка товаров, будет она больше, конверсия, конверсия будет больше с зеленой кнопкой купить или с красной кнопкой купить. Все это можно запускать, тестировать, проверять. Опять же, есть сторонние сервисы, их достаточно много, но требуют дополнительных вложений, требуют, они платные, некоторые платные, некоторые бесплатные, но надо настраивать. Ну, в нашем случае это все гораздо проще и быстрее, практически ничего настраивать не надо, какие-то самые минимальные настраивания можно сделать. Так, CRM, интеграцию CRM давайте, наверное, тоже оставим на 13 декабря. Если вы не против, как раз может к 13 декабря уже обновятся ваши Mitrix24, во всяком случае партнеры уже получили обновленную версию. Так, смотрю вопросы. Конверсия 0.86 бытовая техника. Дмитрий, это смотря по каким данным? Можно, ну, тут спорно, у всех свои методики, да, бытовая техника, конверсия может не самая большая, но там средний чек достаточно высокий. Так, давайте я уже потихонечку буду передавать слово своему коллеге. Михаил, сейчас я тебя переключу. Я пока сделаю передвижку, но я, в общем, в случае здесь и буду отвечать на ваши вопросы параллельно. Михаил, включил микрофон, включил экран. Так, как меня слышно, Никит? Слышно, экран, если сейчас нажмешь клавиум, что будет еще и видно. Уже нажал, должно быть видно. Да, и все уже видно. Ну, все. Отлично. Хорошо. Отлично, Никита, спасибо. Так, хорошо. Приветствую всех, Михаил Шуфер, руководитель направления вебинаров, студия Ромза. Хотелось бы, прежде чем мы продолжим, познакомиться немного и представиться. Собственно, наша студия, одни из пяти или шести партнеров, которые были награждены таким знаком подсчета, как MVP, то есть, внесли большой вклад в развитие самой платформы Bittrex и изначально мы были одними из тех первых студий, которые двигали идею, что нужно сделать готовые шаблоны магазинов и распространять их через маркетплейсы, как и на Андроиде, как и на Иосе. В том числе, Bittronic, первое решение было интернет-магазин электроники, это было не соврать бы или первое или одно из самых первых решений на маркетплейс. То есть, Роман Забродин, основатель студии, он отмечен этим знаком заслуг. И хотелось бы понять, у нас сегодня как выбрать свою нишу интернет-магазина, как ее выбирать. И сейчас напишите, пожалуйста, вопросы, есть ли у вас уже действующий бизнес, то есть, свой статус, например, вы стартапер, у вас есть какой-то действующий бизнес, возможно, вы пришли сюда послушать именно как такой же наш коллега, технический специалист, партнер студии Ромза и Битрикс, что нового есть, или, может быть, вам поручило руководство. И желательно напишите еще, в какой нише вы или работаете уже, или планируете открытие магазина. Я тогда смогу на конкретных примерах показать примеры работающих магазинов, и мы сможем обсудить. Итак, что же будет в моем докладе? То есть, доклад у меня примерно на час, в нем первые полчаса сорок минут, это маркетинговая часть, мы поговорим про в целом рынок интернет-торговли, тут написано у меня старый слайд ниши торговли бытовой техники, нет, мы поговорим про все ниши, про то, как выбирать именно готовое решение, либо индивидуальную разработку, и примеры внедрения посмотрим интернет-магазинов различных нишек и настроек не только на Bitronic 2, но и на других наших решениях. В конце поговорим про бонусы для участников вебинаров. Сейчас я немного посмотрю, что вы мне написали в вопросы, чтобы более детально узнать, минутку. Смотрю, что написали. Итак, Заря, Наталья, интернет-магазин украшений, Дмитрий, бытовая техника, это понял. На вопрос тоже отмечу, про 17-ю платформу в том числе. Так, смотрю, Максим, интернет-магазин продажи кальянов, аксессуаров, нижнее белье, одежда, продукты, обувь, продажи, смотрю, пока больше не писали. Итак, в основном писали бытовая техника, одежда и обувь и еще отдельные подниши, продукты, кальяны, украшения и так, вот вижу автомойки самообслуживания, это Новиков Максим пишет, это, я так понимаю, у вас B2B-продажи, да, то есть продаете, то есть автомойки тем, кто планирует открыть какой-то свой бизнес, либо автомойку автоматизировать. Александр, да, знаю, детская одежда, материал для инженерных сетей. Электроинструмент, отлично, но практически все ниши, которые вы назвали, они относятся к популярным, в том числе мебель. Так, давайте, я примерно сориентировался и теперь начнем. То есть первая часть у нас будет про непосредственно рынок интернет-торговли. Так, где деньги, какие особенности есть у наших покупателей. Пока я вот видел, что один человек у нас был стартапер, то есть если еще есть, напишите. Собственно, те, у кого уже есть бизнес, есть уже интернет-магазин, напишите, планируете ли вторую нишу и ваши вопросы на этот вебинар. Потому что вот я видел, то есть задают вопросы связанные с продвижением, хотелось бы понять, что интересует именно вас. Итак, рынок для торговли растет и это подтверждает мировая динамика. То есть он вырос с 1 триллиона в 2012 году до вот 2016 год 2 уже триллиона и за этот год планировалось, еще нет у меня точной статистики, что еще на 15% он вырос, 14,8, 2,3. Что происходит в России, чем мы отличаемся и какая динамика у нас. У нас динамика более стремительная, это примерно 2,5 раза вырос рынок торговли с ними в 3. И это 160 миллионов заказов, можно примерно представить объем рынка на 4 тысячи средний чек. То есть тоже плюс 15% был. Причем это данные 2015 года, если вы помните в конце 2015 года у нас скачнул курс доллара, то есть на тот момент и этом все равно рынок рос, несмотря на то, что были определенные кризисные явления. Итак, кто же составляет этот рынок интернет-торговли? То есть 82 миллиона населения, оно еще растет, то есть растет аудитория российского интернета, но уже не так стремительно, как раньше. Те ниши, которые вы мне называли, то есть если посмотреть, что же они покупают, да, самые популярные ниши, то есть они не изменились, это точно так же одежда, обувь, аксессуары, это техника, электроника во всех ее видах, косметика, парфюмерия, и у меня есть срез Яндекса на конец, это сейчас скажу, то есть это 2015 год, то есть по нишам детализированный. Итак, здесь четыре колонки, самая левая колонка это те ниши, которые представлены в своем городе, то есть например, мелкую бытовую технику 30% населения берут в интернет-магазинах своего города, то есть когда вы открываете интернет-магазин, ваша аудитория зачастую, то есть она находится в вашем городе, то есть интернет-магазин это не только для того, чтобы доставка по всей России или по всему миру, то есть основная аудитория будет все равно по вашему городу. Вы здесь можете посмотреть, в том числе называли мебель, то есть стройку, то есть она здесь есть. В городах и в других регионах покупают точно так же часто одежду и обувь, то есть это вопрос именно конкуренции по ассортименту, то есть отдельно выделяется, то есть эта колонка у нас вторая, более светло-синяя такая, это те, кто покупает в российских интернет-магазинах, но не своего города. И дальше, дальше это за рубежом в Европе и за рубежом в Китае, то есть в Китае в основном специальные одежды, обувь и косметика, парфюмерия из того, что берут именно в процентных соотношениях, ну и также электроника, но электроники точно так же мало, то есть если она разбивается, то у нас сегменты мобильники, компьютеры, ноутбуки, то есть если в сумме брать, то они примерно так же будут, как и одежда. К слову, по торговле с Китаем есть у нас отдельное решение, которое позволяет на платформе Bittrex отображать товары с китайской площадки Taobao, будет у нас в следующей неделе, поэтому смотрите анонсы вебинаров на сайте Bittrex и тоже регистрируйтесь, приходите, будет интересно. Итак, продолжим. В целом, мы видим, что в основном берут в российских интернет-магазинах и в этом плане конкуренция с Китаем, с рубежом сейчас, я думаю, даже меньше из-за скачнувшего курса рубля и доллара. И что быстрее всего росло, а что сократилось по количеству покупок, тут у нас были люди, которые продают детскую одежду, то есть это товары для детей, для животных, для спорта, активного отдыха, одежда, обувь и продукты питания. То есть в принципе все ниши, которые вы практически называли, это популярные ниши, в том числе называли кальяны, то есть магазин кальянов, то есть смежная сейчас ниша, как товар-локомотив в этом году выстрелил, а это вейпы. То есть как пар, тоже сейчас очень сильно растет. И сократилось количество покупок электроники и техники, косметики, парфюмерии, но при этом это все равно одни из самых популярных ниш. К чему я это и рассказывал? Потому что один из способов выбора ниши, это выбирать ту нишу, которая уже популярна в интернете, то есть на основании статистики. Ну и для нас это вывод, что деньги есть в интернет-торговле и стоит торговать и выходить из оффлайна в онлайн. Теперь практический слайд. Собственно, где же деньги в вашей нише, потому что называли тут и специфические ниши, то есть что нужно изучить, посмотреть, перед тем, как стартовать свой интернет-магазин, либо какую конкурентную разведку произвести, что проанализировать. Давайте посмотрим. Самый простой способ это зайти на Wordstat. Сейчас я покажу. Wordstat Яндекса. Это статистика поисковых запросов по определенному региону, по товару, по смежным словам. Сейчас я отвечу, точнее покажу и заодно отвечу на вопросы. Давайте вопросы напишите, то есть какие товары мы посмотрим. Напишите товары и ваш город и ваш регион, скажем так, чтобы могли посмотреть. Я помню, что был магазин кальянов, скажем так, и автомойки автоматические. Давайте посмотрим, например, сравним статистику поисковых запросов. Москва, Московская область. Я пишу кальян купить, например. Примерно 24 тысячи запросов, 24,5 и мы видим смежные запросы, их можно использовать для составления какого-то семантического ядра и даже есть методы продвижения в интернете, когда мы даем контекстную Яндекс. Директ рекламу не на популярные запросы, а на те запросы, на которые приходится мало, мало поисковых запросов, но и там клик стоит гораздо дешевле, меньше конкуренции. То есть много таких запросов делаем. Для сравнения давайте сравним с нишей вейпов, которые сейчас популярны. То есть все-таки кальянов гораздо больше. И теперь я возьму обратно, вернусь к кальянам и покажу на примере какого-нибудь региона. Сибирь. давайте посмотрим Сибирь. Я вещаю сегодня из Красноярска. Я вот возьму город Красноярска. Миллион населения. Да, разительные цифры отличаются для регионов. И сейчас посмотрю ваши запросы, которые были. Француза. Мойка. Готовые продукты Пермь. И Свердловская область вижу. Максим Волков Свердловская область. А чем торгуете? Так, сейчас смотрю материалы для инженеров сетей. Автомойки самообслуживания. Это Максим Свердловская область. Так, всех мы не успеем посмотреть, но вы в любом случае сможете это сделать сами. Сейчас я просто налогать возьму. Последнее, что назвали, то есть автомойки. Специфическая ниша. Для интереса всегда сравниваю с тем, насколько она представлена в Москве и Московской области, потому что примерно треть рынка интернет-торговли приходится на Москву, Московскую область вместе с Санкт-Петербургом. У меня про это будет отдельный слайд. Так, автомойки. Так, как там было? Готовый, по-моему, или автоматический? Вот, готовые автомойки. 624 запроса. И сейчас посмотрю, может неправильно назвал. Автомойки самообслуживания. вот так надо было назвать. Новиков Максим, спасибо. Так, и это у нас, единственное, что я не знаю, то есть, какая именно эта область, по какому району мы должны смотреть? Давайте. Автомойки самообслуживания. Ну да, больше запросов. 5 911 запросов в Москве. Так, прошение из натуральных камней. тоже видим. Можем точно так же, то есть, вводить наши товары, причем я рекомендую не только вводить обезличенно, а вводить, например, какой-то товар локомотив. Например, если у вас в мебели чаще всего ищут какой-то стол, какой-нибудь модель или комплект офисной мебели, то прям его и вводить. Это как искать айфон. То есть, по топовой модели мы увидим больше всего запросов. Ну, соответственно, мы увидим. Итак, пойдем дальше. Вы можете, вам для того, чтобы пользоваться варстатом Яндекса, достаточно быть зарегистрированным на Яндексе и можно точно так же посмотреть по своему району. То есть, в случае Startup вы можете посмотреть то, что уже ищут в вашем городе. К слову, потом можно по этим же поисковым запросам посмотреть в вашем регионе, кто на первых позициях. Итак, второе, на что рекомендую посмотреть, это сайты конкурентов. Для примера, давайте, то есть, сейчас я поищу как раз. Начнем с последнего запроса автомойки, самообслуживания. Вот, те, кто мне предлагается, я могу несколько сайтов пооткрывать. Сейчас открываю автоматически наугад. Кстати, первые две позиции, это как раз я, даже три позиции, это я кому-то скликиваю бюджет директора, мой как раз франшиза, авито, мойка, самообслуживание, мойка, сейчас посмотрим. К чему я говорю, особенно если это регионы, зачастую я встречал такой вариант, когда заходишь на сайт и у них открытые счетчики, можно посмотреть насколько они посещаемы, их рейтинги, обычно они где-то вот здесь пишутся. Здесь я сходу не вижу. Сделано-сделано, ну, авито там просто понятно, что не будет, и мойка, вейв, смотрим. Сейчас кучу, кучу уберу. К слову, один из плюсов BITX, что это модульная система, поэтому вот различные виджеты, там, звонков, онлайн-чатов вы можете очень просто подключить себе. Итак, смотрите, я не нашел счетчиков, но это не значит, что, то есть я не могу проанализировать эти сайты, сайты конкурентов на предмет того, сколько они денег, например, тратят на рекламу. Есть несколько сервисов анализа конкурентов и по продвижению анализа, которые позволяют проследить, во что они вкладываются, в какие слова, какие запросы и так далее. Причем, я сейчас привожу вам просто пример, то есть таких сервисов много, то есть их можно будет посмотреть. Давайте посмотрим, например, SpyWords. Вот мойка Wave. что он следит по Москве. Так, видим запросы в контексте, то, что есть. Так, запросы в поисковой выдаче и число показов в месяц, то есть на каких словах, на каких местах позиции прятая, например. Так, собственно, я могу точно так же ввести вот эту франшизу мойки. Кстати, мойку я смотрел не главную страницу сайта, а какой-то, то есть отдельный, наверное, скорее всего, лендинг. Не рекомендую вам вот так делать флеш-загрузку, потому что увеличивается время загрузки прямо сильно влияет. Итак, мойка.ру. Да, вот, для примера показываю и точно так же есть еще сервис, сейчас он сервис-стат называется, у этих всех сервисов есть как бесплатный тариф, то есть то, что можно просто ввести и видеть, так и то, что можно смотреть именно в платном тарифе более детально. Это если у вас уже, особенно если у вас уже есть опыт в том же подвижении, то есть вы понимаете, то есть можно собрать информацию. Например, сейчас я офисную мебель веду. Так, офисная мебель, сейчас уже смотрю. Вот сейчас мне в естественной поисковой выдаче, то есть я вещаю из Красноярска, мне выдались сайты именно в Красноярске офисную мебель, но при этом много, то есть вот это красноярский сайт, я знаю, вот это вряд ли, потому что в московский телефон указан. Так, давайте посмотрим какой-нибудь другой сайт. Кстати, вот пример, то есть обычный региональный сайт, и тут показана статистика, то есть открытая, то есть можно даже по ней перейти и посмотреть, статистика за неделю, сколько посещаемости. В этом плане ваши региональные конкуренты, то есть вполне возможно, что тоже не закрывает счетчики. Так, эконом мебель, смотрю, тут это не главное, сейчас попробую на главный перейти. Так, тут не вижу, хорошо. Так, собственно, давайте какой-то сайт еще веду, то есть это поиск был в московском регионе, то есть все остатки конкуренты по Москве ищут, поэтому я веду московский сайт. Ну да, то есть тут другая статистика, запросы конкурентов поисковой выдаче, объявление. Итак, сейчас посмотрю вопросы, которые были, и пойду дальше. Минутку. Дмитрий задавал вопрос по поводу 17-й версии. Обычно мы максимально быстро переводим свои решения на новую версию Bittrex управления сайтом, так было и когда появилась композитная технология композит одни из первых внедрений. уверен, что так будет и сейчас. То есть в этом плане можно не волноваться. Так, вопросов не было, поэтому продолжаю. Продолжим. Итак, собственно, для чего нам это нужно было? Для того, чтобы понять, откуда трафик и понять, какая именно конкуренция. У нас конкуренция по цене, по ассортименту, у конкурента есть то, чего нет у нас и возможно это конкуренция по сервису. Например, для того и той же Москвы и Питера очень сильно играет роль доставка, на что люди экономят свое время. Здесь у меня есть дополнительные ресурсы, которые можно посмотреть, почитать. Таких сервисов много, то есть такой конкурентной разведки и много чего можно посмотреть. Что еще рекомендую почитать? Это три ресурса. shopol.ru это овцион про интернет-магазины и интернет-торговлю. Pro grably.ru это ресурсы от 1S Bittrex. Здесь и технологии, и кейсы различные, то есть и по продвижению, то есть сборная солянка. И блок про именно интерфейс, насколько он удобен для пользователей webdela.ru то есть там как раз осматриваются зачастую интернет-магазины и на 1S Bittrex. Можно проанализировать свой интернет-магазин на основе этих статей. Ну и так, резюме. Смотрим, какие ниши популярны, какие растут, смотрим конкурентов, ищем поставщиков, в том числе это может быть поставщики по знакомой, это могут быть какие-то с высылок уникальные, сводим сумму вместе и выбираем в какой нише нам выгоднее торговать. Возможно, делаем тест, тест ниши. Можно даже тестовые объявления Яндекс.Директ взять, которые ведут на одностраничный. И теперь, когда мы уже решили делать интернет-магазин, на что, на какие факторы обратить при его создании, которые влияют на выбор пользователя, на выбор, брать ли в вашем магазине или в чужом, как совершать свой выбор пользователя. Итак, мы уже говорили, что покупают все-таки в основном российских интернет-магазинах, и я сказал вскользь о том, что примерно треть всех покупок, она приходится на Москву и Московскую область, при этом на остальной рынок и в том числе на регионы приходится остальные две трети и в этом плане точно так же у регионов есть конкретное преимущество с точки зрения именно доставки, потому что они ближе, например, если это какие-то региональные селы и города. Поэтому выгодно торговать везде. Дальше идем. Считая бизнес-план своего магазина, вы можете сразу закладывать, что у вас покупатель в зависимости от вашего цикла пользования товаром купит не один раз, а несколько раз в течение жизни. Например, каждый покупатель совершает 7-8 покупок в год. И у меня был пример кейс, это спортивный магазин, который вот сейчас в это время в декабре в прошлом году они так делали, в этом году еще не смотрел делать или нет, начали торговать елками. Они просто скажем, себе добавили каталог елок и начали торговать, видимо с кем-то запартнерились. В этом преимущество интернет-магазинов, что очень быстро можно поменять ассортимент и можно торговать под заказ нижа товары на складе по достаткам. Либо пользуясь складами крупных магазинов, беря у них по какой-то цене минус своя комиссия. И теперь, как люди выбирают? Конечно, большинство выбирает по цене, то есть это важно для половины людей, но на втором месте здесь идет фактор удобства, что в интернет-магазинах удобнее сравнивать, удобнее выбирать. И забегая вперед, скажу сразу, что как раз удобство пользования влияет, точнее определяет то, насколько вы конкретно заполните свой интернет-магазин, насколько будет подробно и понятна информация о доставке, о покупке товара и информации о товаре. Грустный, а может быть и радостный такой слайд. Нужно понимать, что примерно половина покупок уже заранее предопределена. То есть люди идут в какой-то брендовый магазин, где они уже ранее покупали или который на слуху, в том числе в интернете. При этом 25% сравнивают среди нескольких интернет-магазинов и просто ищут среди всех магазинов примерно 27%. То есть это по поисковой выдаче. Какой вывод для нас с вами? Ну, вывод такой, что нужно дружить с клиентами и для нас в том числе это радостный фактор, потому что если мы отработаем со своим клиентом хорошо, то у нас как раз то, что рассказывал Никита, у нас начинают работать инструменты email маркетинга, то есть мы можем допродавать уже нашим действующим клиентам и эта воронка начинает расти, то есть в зависимости от количества клиентов, то есть не только вложение в трафик и потом в его конверсию, но и накапливается база, которую мы можем автоматически использовать по разным акциям и удерживать нашего клиента. Итак, сейчас я быстро пролистаю уже, потому что время идет, сосредоточусь на ключевых моментах и перейду к демонстрации магазинов. Итак, как сделать первые продажи? Вопрос для стартаперов, которые только стартовали свой интернет-магазин либо планируют стартовать. Ну, прежде всего, то есть те, кто выбирает именно через поиск, точнее, те, кто выбирает, сравнивая во многих магазинах, они выбирают через поиск. Соответственно, для вас это и продвижение, и как органическое, так и различное контекстное, Яндекс.Директ, например, так и быть представленным на массовых площадках, площадках, то есть в том числе, например, через Яндекс.Маркет. Потому что даже Яндекс.Маркет сейчас позволяет прямо у себя на сайте вложить товар в корзину, то есть на крупной площадке быть представленным. И то, что я рассказывал про удобство, то есть здесь пять факторов, но четыре из них определяются именно тем, как вы заполните свой сайт. После покупки шаблона либо после того, как вы разработали свой магазин, то есть на заказ на платформе Битрикс, очень важно его качественно наполнить, то есть это работа контент-менеджера, то есть обращайте на это внимание и не забывайте. По критериям 2015 года, то есть скажу только то, что сейчас уже говорили о том, что сейчас важно быть представленным на мобильных платформах и чтобы ваш сайт был адаптивным. и то, что сейчас всегда используется несколько каналов продаж, в том числе то есть офлайн-магазины выходят в онлайн, а офлайн-магазины выходят в онлайн. Так, это мы пролистываем. Ну и теперь собственно к демонстрации магазинов и примеров. напишите пожалуйста вопросы, поставьте плюсик, либо там напишите свой вопрос, чтобы я знал, что вы еще на связи. Так, Дмитрий, Мария, Максим, спасибо. Так, Иван говорит, что программы сейчас не работают, то есть уже с 8-го. Так, ну, кстати, вопрос Никите, если знаешь, то есть, как сейчас BITX переориентировал этот ресурс, можно просто под новым доменом. Так, отлично. Давайте продолжим. Собственно, перейдем к интернет-магазинам. Я еще буквально 2 секунды расскажу про выбор. Итак, вы решили делать интернет-магазин на заказ, либо делать его на готовом решении. Какие здесь плюсы и минусы? Прежде всего, если мы делаем на заказ, то надо понимать, что создание любого магазина это как минимум. Труд дизайнера, труд верстальщика, труд программиста и невидимая рукой менеджер проектов. Естественно, это как и время, по-хорошему, каждый этап это не меньше месяца, то есть это может быть 3-4 месяца или больше, так и деньги. Даже в региональных студиях на заказ интернет-магазин стоит где-то 300 тысяч рублей в среднем, а если мы смотрим Москва-Питер, то есть можем смело умножать эту цифру на 3-4, от чего начинается. Второй момент, это то, что если у вас не было опыта еще в интернет-торговле, то тогда ваше ожидание, мягко говоря, может не совпадать с реальностью при больших вложенных средствах. И поэтому наша студия, мы полагеты быстрого старта, то есть пока другие думают разрабатывать, уже стартовать, это дает экономию бюджета, потому что вы можете сэкономленные деньги, а для сравнения шаблоны интернет-магазинов они стоят в среднем 15-25 тысяч рублей, можете оцененные деньги вложить именно в продвижение, в трафик. Так, и это дает как вам выбор, вы видите уже решение, точнее интернет-магазин, который уже работает на этих решениях, понимаете, что будет рабочее решение, вы также можете его доработать, то есть это не шаблон, который никак не доработаешь, вы можете его дорабатывать и вы бесплатно получаете новый функционал обновления решения, в отличие от заказной разработки. Ну и теперь боевой тест. Расскажу про наше решение, про примеры настройки и на что вообще обращать в Marketplace 1.0. когда вы выбираете решение, на какие параметры стоит ли сделать свой интернет-магазин на решение. Буду рассказывать на примере нашего решения Bitronic 2, он называется интернет-магазин на электронике, но на самом деле это универсальный интернет-магазин. Как вы видите, сейчас в декабре идут скидки от 1SBitrix, и мы участвуем, никогда такого не было, но в этом году очень щедро, идет скидка 50% на все наши решения. и смотрите, вы можете ввести свою нишу одежды и посмотрите, уже вам выпадет какой-то список магазинов. При этом, когда вы заходите на карточку, обязательно обращайте внимание, первое, что на количество установок. Вообще, насколько решение это популярное, потому что чем больше установок, обычно, тем более проверенное решение, тем чаще оно обновляется. Вторая дата, это как раз обновление, то есть, насколько разработчик часто поддерживает и обновляет магазин в соответствии актуальной версии. Как раз то, что говорил Никита, адаптивность, поддерживает адаптивность. Естественно, можно почитать отзывы, обсуждения. Я бы по поводу обновлений еще посмотрел, как часто разработчик обновляет решение, просто в течение года, потому что бывает, что раз в полгода или раз в год разработчик сделает обновление, либо обновляет достаточно часто. Ну и информация по поддержке и описание самого функционала интернет-магазина. Вот на эти параметры рекомендую обращать внимание. Теперь расскажу про наше решение Bitronic 2. Используется оно во многих нишах из того, что вы называли сразу для примера назову. То есть сегодня называли мебель. Сейчас несколько покажу примеров. Для чего я их показываю? Для того, чтобы вы видели, как уже заполненный магазин отличается от демо-шаблона. достаточно думаю хватит. Так, называли одежду. Точно помню, была у нас одежда и обувь популярная ниша. одежда. Так, помню, что была у нас обувь, по-моему, да? Тут есть. Есть у нас разная обувь. И были у нас украшения. Вот автомойки, кстати, у нас здесь в этом списке я, по-моему, не вижу, но вообще у нас есть магазин, который торгует именно оборудованием для автомоек. Так, что еще было? Сейчас посмотрю. Какие у нас еще ниши? Так, вопрос задает, чем ваш шаблон лучше, чем встроенный в битрикс современный интернет-магазин? Хороший вопрос, сейчас на него отвечу. Вадим задает. Дмитрий задает вопрос, какие сюрпризы ждут при обновлении именно шаблона? как обновить шаблон и что решения не должны изменяться? Так, смотрю. Окей. Давайте сейчас отвечу последовательно на вопросы. Первое. Чем наше решение отличается от стандартного шаблона универсального интернет-магазина встроенного в битрикс? Прежде всего, оно отличается дизайном, естественно, тут другой дизайн по сравнению со стандартным, и есть большая панель настроек, то есть это решение трансформер, которое позволяет менять блоки элементов местами без программирования, то есть вот сейчас я обменю каталога сделать сверху например плоский, и при этом я сейчас еще поубираю, то есть показываю например на главной странице, я могу повыбирать какие блоки добавить, а какие скрыть, то есть сейчас я добавлю блоки социальных сетей например, причем очень важно, что и такого я не увидел пока ни у кого, что здесь есть разделение, мы можем например для мобильных убрать от для персонального пока оставить такие вещи, и эти настройки у нас настраиваются для каждой странички, то есть начиная от главной до списка товаров и до блока самой карточки товара, это настраивается, то есть это первое, то что решение трансформер, сейчас покажу вам, и еще для примера, то есть я могу даже настроить вид слайдера, то есть насколько он будет широкий, узкий, то есть я могу предустановками задать, так я и могу его увеличивать, видите, как меняется, так, и теперь посмотрим, что у нас там ниже появилось, так, отзывы у нас есть, о интернет-магазине новости и статьи появились, мне задавали вопрос по поводу доработок решения, то есть покажу наши доработанные, в том числе шаблоны внедренные, по поводу доработок могу сказать, что любой шаблон можно дорабатывать, единственное, что в таком случае теряется, то есть при обновлении, например, когда разработчик, производитель выпускает новые обновления, нужно, чтобы эти доработки были задокументированы и обновлять нужно с тем программистом, который делал эти доработки, чтобы он их восстановил после обновления, ну а может быть часть из них уже стали неактуальными и их не надо будет восстанавливать, то есть не вы сами можете как пользователь обновить в любой момент интернет-магазин, а нужно обязательно вместе с программистом, если вы дорабатывали решение. Теперь покажу на примере, как может быть выглядеть интернет-магазин. Это у нас был пример одежды, это тоже один из наших шаблонов, называется аппарель, то есть под одежду и вот тот же битроник 2, то есть заполнение под одежду. у нас кстати несколько раз были вопросы, что вот у меня там 20 тысяч товаров или там 300 тысяч, сможете ли выдержать ваш шаблон или один из битрикс такое количество товаров и битрикс шаблоны не выдерживают, то есть это зависит именно от мощности хостинга или вашего сервера. так, о, зашел на сайт, а он на реконструкции. И то, что я вам рассказывал про мебель, то есть вот здесь как раз это шаблон нашей битроник 2, он доработан, доработана главная страница, вот так он выглядит, здесь изменен дизайн, то есть оставлены вот эти УТП, значки наши, все оставлены, и можем зайти, например, в дизайнерскую мебель, сейчас, минулку, у меня интернет потупливает, просмотреть каталог, точно так же сейчас запускается мебель возов, интернет-магазин мебели, то есть здесь очень просто заполнено мебель органи, так, это я уже открывал, поэтому закроем. первое, что мы сказали, это то, что мы можем менять внешний вид без программирования, в том числе тут, когда через поиск мы ищем, мы можем сразу тоже обращать внимание на поисковую строку, если мы ищем, то здесь сразу ищется, и можно сразу положить товар в корзину. теперь про главную страницу в целом. Главная страница это как витрина офлайн магазина, а зачастую именно онлайн решается, зайдет ли покупатель дальше или уйдет, пройдет мимо, то есть после того, как он перешел на главную. Поэтому для главной страницы у нас здесь сейчас я включу отдельный блок, есть маркетинговый блок, называется успей купить. это пришло к нам из инфобизнеса и активно используется. А так, кстати, стоит. Загружу тогда. А, да, вот он есть. Собственно, он стоит сразу под слайдером, то есть чтобы человек точно увидел. Здесь идет таймер, сколько уже продано товара и только сегодня такая цена, чтобы можно было сразу купить. итак, далее покупатель он переходит непосредственно в раздел каталога. Задавали нам вопрос по поводу того, что сейчас даже скажу от кого, то есть по поводу опты и розницы. Делать их ли на два сайта, либо делать на одном сайте? задачи. Сейчас еще ищу. Вопрос от Светланы был. То есть ассортимент совпадает на 70%, но целевые аудитории разные. С точки зрения продвижения имеет ли смысл совмещать на одном сайте или делать два разных? Здесь я бы ответил, что конечно нужно детализировать ваши задачи. Если у вас совпадает ассортимент и скажем так с точки зрения продвижения технического то есть вам без разницы какую делать именно рекламу, то можно делать и на одном сайте, потому что у нас клиенты есть кто например торгует и в розницу и в оптом, а при этом оптовики у них заходят, авторизуются под специальным логином и видят оптовые цены. То есть есть такой момент. Либо делают какую-то страницу отдельную для опта и они ведут на страницу типа регистрации оптового покупателя, после которой он заходит и уже видит свои оптовые цены. Так, смотрю, что дальше задавали вопросы. Букарский на Ольге спрашивает, правильно ли сказать, что наши разработки это интерфейс к имеющимся инструментам 1SBITX. Я могу сказать, если сравнивать с домом, 1SBITX это фундамент, то есть это платформа, а наше решение и решение других авторов marketplace, шаблоны, это непосредственно как внешний вид дома, то есть это фасад и другие вещи. То есть в основе всегда это 1SBITX, но сверху получается как шаблон, может использовать другое решение. Так, дальше вопрос, какие инструменты оплаты есть на сайте? На сайте это относится к платформе 1SBITX, есть любые инструменты оплаты, любые платежные редакторы. На некоторых сайтах еще видел вариант предложить свою цену. Это работает? Новиков Максим спрашивает. Да, это работает. У нас даже было, я вам смогу ответить. Так, кстати, по подаркам еще тоже покажу пример магазинов как раз оптовых. Итак, предложить свою цену. То есть это у нас настраивается, точно помню, что было. Здесь смотрите, на что я обращу в разделе именно самого каталога ваше внимание. Первый момент, это то, что если у вас вы торгуете брендовыми товарами и они важны, то их можно здесь выделить и именно искать по брендам. Второе, то, что вы можете настроить заранее, то есть какой внешний вид умолчания будет отображаться на сайте. То есть это галереи, это списком или это таблицы. Для чего подходит таблица? Как раз для оптовых продаж можно даже задать минимальную партию, например, это 100 товаров, чтобы человек заложил сразу 100 товаров. И отдельно обречу ваше внимание на умный фильтр. Здесь мы можем смотреть как по складам, как по наличию под заказ. Вот эти параметры, они могут быть абсолютно любыми. Это задается свойствами инфоблока. И если я загляну в другой раздел, например, даже сейчас в бытовую технику, у меня уже будут другие параметры, в отличие от блока именно аудио-видео-техника. Здесь есть одна наша разработка, которую я пока не видел в Bittrex управлении сайтом, такая экспериментальная. Это поиск именно по названию, то есть по умнованию. Сейчас я могу найти и в том числе могу посмотреть решение фильтра. Он мне сразу написал, что найдена одна позиция такая, потому что я вел супра. найден товар товар один. Вот он супра, найден такой, что здесь можно в том числе в конкретном каталоге искать по наименованию. То, что я обещал, кстати, про подарки, сразу пока не забыл. Кальяны я, к сожалению, сейчас не смогу показать, потому что у нас было внедрение, но оно было старое. Мне нравится подарком ребята из Украины, как раз они торгуют оптом, как они работают. Показаны оптовые цены, предупреждение, хорошо я понял. Это гривны. Кстати, используется такая штука, которая есть у нас, но не видел еще других, то есть селектор валют, это можно выбрать как цены, как они отображаются, так и можно еще в какой они валюте отображаются автоматически, чтобы они пересчитывались. Так, вот еще есть гипермаркет подарков. Теперь, продолжу дальше про шаблоны. Мы посмотрели непосредственно каталог, я его сейчас немного изменю, у меня тут не так много времени осталось, поэтому я сейчас буду быстро показывать. Сейчас, например, я корзину себе сделаю, чтобы она у меня была справа, вот она поменялась, вот так, и из активной функции, то есть смотрю, что по списку товаров, чтобы еще показывались товары, хиты, сортировка была только там, даже не сортировка, а вид, 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 беру вид табличный, либо блоком, либо списком, чтобы было. Например, сохраню. Итак, что изменилось? Сейчас, кроме брендов, у меня в самом верху каталога, у меня показываются еще товары, хиты, то есть можно прямо отсюда купить эти товары, их можно не показывать, можно скрыть, и это делается настройками, в том числе и можно настроить так, чтобы на главной странице, вот здесь, где же отображаются под каталоги, отображались конкретные товары. И второй момент, что у меня теперь отображаются всего две вещи, то есть это блок и списки. Такое показало. Теперь посмотрим непосредственно на саму страничку, и как раз был вопрос по поводу того, чтобы предложить свою цену, то есть на некоторых сайтах был человек. Здесь обращу внимание на то, что сразу автоматом сейчас идет настройка такая, что с видосом, что просчитывается стоимость доставки. Например, сейчас у меня считается доставка в Красноярск. К слову, пока вот рассказываю, скажите, есть ли тут те предприниматели, которые будут торговать по разным ценам в разных регионах, то есть, что один и тот же товар, в зависимости от того, откуда заходят посетители, из Москвы, либо из Питера, он стоит по-разному. То есть, просто, чтобы понимать, нужно ли это рассказывать или нет. Итак, здесь мы видим стандартную, то есть, что у нас остается блок в корзину купить постоянно на экране. Мы видим описание в виде лендинга, то есть, характеристики, отзывы, видеообзоры, и я бы для тех, кто торгует именно бытовой техникой, обратил внимание еще отдельно на отзывы, потому что для тех товаров, которые представлены на Яндекс.Маркете, то здесь будут отзывы автоматом. Давайте поищу какой-нибудь популярный товар, чтобы у него точно были отзывы. И покажу. Так, например, Samsung Galaxy S4. Отзыв наличит. Смотрю, есть ли у него отзывы. Это очень важно, когда вы только стартуете интернет-магазин, чтобы было больше доверия вам. Там, видимо, также технические характеристики. И видим, смотрите, кучу отзывов. Полезный, не полезный видеообзор и документацию. Сейчас я изменю эту страничку, и как раз по поводу цену спрашивали, можно ли предложить свою цену. У нас такое точно, я помню, было. Просто не факт, что я это сейчас сразу найду, то есть где ставится. Так, я сейчас делаю увеличительное стекло и вид вкладки. Теперь, для главной страницы. Что мы сделаем с вами? Так, иконки спецблоков, преимущества, вопросы. Это мы для главной, а для детальной. Мы добавим рекомендуемые заказы как раз именно по Big Data. То есть, если вы следили, возможно, за американскими выборами, то существенную роль в том, что победил Дональд Трамп, сыграли именно интернет-технологии такие, то есть, что в Фейсбуке показывалась персонализированная реклама, то есть, как-то считалось, кому именно какую рекламу показывать, и за счет этого победили. Так, я таймер еще добавлю для товара по купить. Так, всплывающая подсказка цены. Так, расчет доставки, давайте я встроенный расчет доставки уберу, потому что сразу скажу, что если у вас встроенный расчет доставки, он увеличивает нагрузку на сервер. Добавил геймификацию. Так, 3D-обзор, товары, подарки, распечатать, похожие товары. Давайте пока сохраним так. как поменялось у меня вид детальной странички. Смотрите, у меня сразу, то есть, напишите, отзыв первым появилась такая штука, доставка сразу, она не считается. Я вижу, когда была обновлена цена, то есть, для некоторых категорий товаров это важно, то есть, например, там, где она каждый день меняется, от курса доллара, пишу, товар на речи. И теперь у меня характеристики, отзывы, они идут вкладками, то есть, слева направо. То есть, не так, что сверху, а слева направо. Собственно, и добавились те товары, которые, что не забудьте купить, Big Data. Похожие товары, похожие по цене, и те, которые я смотрел, это я поставил, эти блоки. Отдельно хочу показать такую вещь Bitrix, которую, как бы, обязательно нужно упомянуть. Это SKU, то есть, как таблицы, так и выпадающим списком. Покажу. Что это такое? Это товарные предложения. Например, когда у нас есть один товар, и у него есть несколько модификаций, и нам нужно учитывать остатки по складу, то есть, этих разных модификаций, и, например, разные цены на модификации. Например, iPhone с 32 гигабайтами памяти, или с 64 гигабайтами. Как мы можем это учитывать? Во-первых, мы можем делать вот такие модификации в виде табличного отображения, то есть, здесь будет артикул, номер партии, характеристики товара, и можем выложить его в корзину. То есть, может, здесь разная цена, и вот здесь отображается наличие, разное наличие. Так и в том числе, я открыл другое, кстати, открыл еще такую вещь, как набор товаров. То есть, чтобы видеть именно товар, именно набором покупать, и здесь можно составить свой набор. Это для редакции BitX Business. У нас здесь есть отличие, что здесь можно не только 4-5 товаров, но хоть сколько товаров в набор добавлять. То есть, он может быть из гораздо большего количества товаров составлен. То есть, это вот говорю про отличие в том числе для троника второго. Так, и давайте может быть я это найду. Так, это как раз я на наборах и нахожусь. Сейчас посмотрю. Да, ссылка у меня неверная. Сейчас отдельно ее покажу. И посмотрю, сейчас задавали мне вопросы по поводу торгуют ли по разной цене кто-то в разных городах. Так, Вадим, да, можно. То есть, лучше всего написать мне на электронную почту. То есть, по поводу ключей. То есть, спрашивают, если у вас такая сейчас акция, то мы планируем весной запускаться, а можно ли купить сейчас и запускаться весной. Ключи бессрочные на шаблоны, поэтому можете. У нас есть пример, когда люди спустя год запускались. Так, Мария Савельева просит опритиковать магазин. Давайте это отдельно уже за вебинаром, потому что это не на две минутки. Так, и смотрю по вопросам Ольга задает вопросы тоже после вебинара лучше всего. Так, по вопросам оплаты. Так, вот говорил, но не ответил. Новиков Максим по поводу предложить свою цену. Сейчас я это не нашел, программисты спрашивал, но точно знаю, что у нас такой функционал был, что у нас можно было связаться с клиентом, то есть в карточке товара, то есть зайти в карточку товара и там кнопка «Предложить свою цену». Типа «Нашли дешевле, предложите свою цену». Так, дальше смотрю. Решен ли вопрос выгрузки товаров с 1С и загрузки заказов в 1С? Конечно, решен. Он решен еще платформой 1С-битекс. То есть все, что работает в 1С-битекс, работает и у нас, потому что это внешняя надслойка. продемонстрируйте мой мобильный вид битроника на устройстве. Сейчас я продемонстрирую минутку. Итак, давайте сначала я с главной страницы пойду, покажу. Вы можете также зайти на своем ноутбуке, на смартфоне, андроиде, айпаде. Итак, я его уменьшаю. Например, видите, у меня подстроился внешний вид, он стал под размер экрана. Теперь, когда я его буду увеличивать, видите, теперь у меня уже отобразились 3 товара, то есть уже частично каталог отобразился. Еще больше. Ну и, соответственно, уже дальше отображается. Это называется адаптивность и в том числе композит. К слову, я сейчас показываю вам на примере нашего решения битроник 2, наиболее популярного, но у нас есть также другие решения, то есть как под мебель, вот, кстати, есть, показываю, с другим дизайном, то есть здесь не так много настроек, как на битронике, но некоторым дизайн больше нравится, так и под одежду и так и под строй-стройку, у нас есть решение строй-мак называется. Сейчас покажу его еще отдельно. Так, да, Ромза Центурион называется оно, так, многозначно, можно его использовать. в том числе под свою нишу и здесь тоже есть определенные настройки, они будут пополняться и я думаю в течение полугода они будут как и в битронике втором. Я вам хотел одну вещь показать, важное отличие, которое пока нигде еще не видел, то есть сейчас покажу битроник 2 про, битроник 2 так, у меня HTTPS, так, и значит неправильно отобразил, минутку давайте. Никита, кстати, подключись, у нас время-то еще есть, 10 минут? Есть время, есть, можно еще говорить. Ну все, все супер. Смотрите, то есть показываю такую вещь, она актуальна именно с коммерческой точки зрения. Подумайте сами, вот какой уровень жизни в Москве и в регионе, то есть зачастую торгуют с разной наценкой в разных регионах одними и теми же товарами, то есть например те же чехлы из Китая в региональных городах они продаются с одной наценкой, а в столичных с другой и вы можете это учитывать в своем интернет-магазине. Как это реализовано у нас и такая вот эта настройка чисто то есть скажем уникальная для битроника 2 про, для редакции битрикс бизнес что мы делаем я сейчас объединил выбор с городами склада и тут есть такая вещь как меняй контакты в зависимости от города склада включить отображение доп.цент пока включу чтобы показывали как раз для оптовиков это одна из возможностей показывать цены оптовые мелко оптовые розничные так цены с диапазоном пока тоже сохраняю итак у нас есть наши товары для примера я зайду на тот же LG в карточку товара это товар под заказ у него есть цена здесь показана сразу оптовая мелко оптовая VIP цена то есть если вы торгуете оптом то можно показывать от того какой категории человек принадлежит еще у нас есть такое что можно набрать много товаров но здесь не покажу и сразу автоматом будет меняться цена в зависимости от количества тоже настраивается итак а теперь я вот в Красноярске то есть у меня вот цена давайте зафиксируем 3171 я сейчас поставлю как будто я из другого города из Москвы опа и цена стала 38000 и при этом цена автоматически меняется в зависимости от города когда человек заходит на сайт у него по его IPшнику то есть это адрес интернета определяется то есть какой его город ему так же задается вопрос типа ваш город Москва он говорит да это мой город либо если ошибка то выбирай другой и дальше ему уже показываются цены и что важнее еще и остатки этого города и контакты тоже этого города то есть они меняются к слову сейчас пока я не вижу остатки давайте посмотрим по остаткам настройки отображения остатков так вкладка мм ливинг активные функции для детальной страницы а вот теперь отображение остатков числом так это у нас товар доступен только под заказ поэтому у меня здесь не показываются его остатки давайте какой-нибудь другой товар ищу то что вот ноисус 5 есть в наличии наличие на складах именно Москвы показывается если я сейчас зайду на город Красноярск у меня будет наличие на складах Москвы при этом я еще могу дополнительно сейчас пролистаю это тоже функционал такой наш именно опции то есть если вы продаете товар вместе с услугами то есть это вот как пример как евросеть много услуг продает вы можете здесь добавить какие-то опции которые будут допродаваться вместе с товаром такие вещи итак в принципе все основное что я хотел рассказать по поводу СКУ еще то есть ну даже сейчас найду СКУ СКУ да выпадающими списками я хотел показать и в галерее у нас кстати есть магазин например для продуктов это актуально очень то есть есть магазин у нас Нью Йок торгует полезными продуктами то есть для них они используются скупы потому что у них вот здесь цвета память там экран а у них производитель здесь типа крупа такого-то производителя то есть фасовка там 400-800 грамм или 1200 и зависит от этого меняется цена то есть давайте на примере покажу потому что был у нас человек что собирается заниматься продуктами ну в принципе продуктов достаточно много нигде не так посмотрим что у нас тут есть так давайте зерновый бобовый например зеленую гречку ну кстати скидка сейчас вот кстати то что вы просили по поводу то что хотели например дешевле то есть нашли дешевле то есть можно предложить свою цену то есть цена в другом магазине ваш email вот такие вещи либо сообщить о снижении цены и желаемая цена то есть какую хочет цену покупатель вот такие вещи есть так ну вот здесь конкретно здесь просто упаковка выбирается упаковка и количество килограмм меняется цена можно точно так же выбирать в том числе еще и производителя давайте посмотрю да вот здесь уже вы смотрите выбирается производитель давайте выберем трс например производителя тут 400 там 500 да было вот и меняется упаковка сразу то есть по сколько грамм теперь по вопросам пройдусь и по бонусам для участников вебинара так вопросы какие-то еще были битроник 2 работает с яндекс доставкой да думаю работает если работает битекс то и работает битроник то есть здесь ничем не отличается немного запутался вадим битроник или талисман это разные шаблоны и какие планы по обновлению шаблонов в связи с выходом битрикс 17 версии я думаю что максимально оперативно мы обновим наши шаблоны то есть первым скорее всего будет битроник именно на битрикс 17 версию так как она выходит но это тоже определенный программистский труд это нужно месяц-два чтобы это обновить протестировать и я думаю что уже в начале будет на 17 версии у нас должна выйти версия битроника в декабре сейчас у меня нету планов отдела разработки то есть может быть она уже будет на 17 версии и теперь по поводу наших шаблонов чтобы не запутаться да у нас не один шаблон у нас их порядка там 17-15 штук и кроме битроника есть еще другие шаблоны с другим дизайнером под различные ниши то есть в том числе спрашивали битроника талисман то есть вот это ромза центурион а талисман это был видимо это название у нас магазина универсального фурнитура он изначально под мебель был но потом его монарх он называется есть еще битроник по-моему не битроник талисман а есть еще другой шаблон который талисман называется вот я хотел бы ну собственно если сейчас у вас есть вопросы чтобы вы еще их задали есть просьба к участникам сейчас посмотрю если смогу отправить то есть это заполнить анкету обратной связи собственно ее можно будет заполнить и тогда могу индивидуально проконсультировать собственно и вместе с Никитой Никита тоже подключайся то есть ответим на ваши вопросы на самом деле вроде на все вопросы уже ответы есть про программу я узнал удачи пока приостановлен проект не знаю к 13 числу скажу как вообще какие у него приспективы ага ну все то есть он пока не рабочий да это все понял так участники еще у нас на связи собственно тогда ждем что зададут вопрос подождем сейчас вопрос если вопросов нет прощаемся 13 числа увидимся там немножечко про всякие технические штуки поговорим и поговорим про интеграцию с CRM это прям отдельная тема подключения открытых линий телефоне и проще пока пока ждем Никита можешь сказать что интеграция с Bittrex24 как-то изменится или то есть 17 версии то есть появится ли новая возможность ну пока все возможные то есть та интеграция о которой мы говорим да про Bittrex24 1S Bittrex да вот она есть пока в том виде в каком есть будет немножечко расширяться функционал в 17 что ожидаем да что телефония все-таки уже появится сейчас уже можно там жмакнуть и на портал перейти и позвонить прямо с Bittrex24 и не знаю может ты видел но у меня тоже НФРка партнерская в НФРках пока выкатили чтобы посмотреть как это работает выделили открытые линии их вынесли уже прямо в Bittrex управление сайтом интернет-магазине у них теперь отдельная вкладка есть вкладка клиенты они там как раз подключаются круто вот нам пока мы разговаривали задали вопрос Александр Морчев как можно поменять шаблон я наверное скажу а Никита дополнит то есть важный момент то есть в 1S Bittrex каждая платформа она позволяет по минимуму создавать два сайта то есть вы можете один сайт создать и второй в режиме многосайтовости если у вас уже есть какой-то шаблон и возможно действующий интернет-магазин и вы хотите поменять шаблон то конечно не стоит рубить на корню сразу то есть если действительно это работающий магазин а не просто ДМК в режиме многосайтовости либо в тестовом режиме создается второй сайт туда ставится шаблон то есть он привязывается к вашей платформе Bittrex то есть в целом все шаблоны они привязываются к платформе Bittrex и поэтому если вы не теряете платформу то и шаблон никуда не потеряется вот там настраивается и потом уже то есть переносится домен когда уже тестирован то есть и какие-то ссылки урлы настраиваются чтобы такие же были чтобы не просесть в продвижении в поиске вот если у вас там демо то просто можно переустановить и все для Александра Мрачева Дмитрий спрашивает опишите процедуру обновления вот есть шаблон метро 0.10 и вот захотел человек 2.19 как это сделать что будет происходить и что будет происходить с сайтом в это время самое простое что можно сделать это воспользоваться тем что уже включено в стоимость шаблона то есть это обратится в нашу техническую поддержку они обновят с версии 2.10 2.19 то есть наиболее персонально вообще это кнопка обновить в платформе делается если у вас нету нету там доработок то он стандартно должен обновиться то есть примерно так что будет происходить с сайтом в это время да может быть какая-то повышенная нагрузка в целом с сайтом должен работать вот это ответ Дмитриев но но пока вопросов не так что давайте закругляться все маркетплейс вот спасибо за то что были с нами все всем спасибо ждем всех тогда 13 декабря спасибо